завтракаем в моей тарелке всегда много овощей а у детей много сладкого борюсь с этим всем доброе утро на сегодня у нас запланирована одна очень интересная и не избитая поездка туда мы поедем после обеда и о ней расскажу немножко позже как вы знаете что мы всегда путешествуем на все экскурсии едем только от империи туризма это агентство проверенное мы с ними были в луксории были в каире были на райском острове и нам очень нравится потому что у них цены хорошие ну и качество конечно же вот и ссылочки на них на это агентство я оставлю в описании под этим видео и также вот здесь а сейчас я хочу начать вам показывать наконец-то вторую часть отеля нашего хургада golden beach resort и начнем с пляжа погнали дорожки к морю ведут через территорию всего отеля и это такое сплошное зеленое удовольствие пальмы зелень и цветы а я сказала что она к нам присоединится немного позже на море не хочет сказала что придет бассейн вот меня всегда удивляло как на территории пустыни среди песка можно вырастить вот столько всего ну какой нужно иметь талант да и конечно много финансов вложено в это все как думаете почему на пляже нет ни одного человека ветер страшнючий сегодня холодно все возле бассейнов сейчас быстренько пробежимся покажу вам какой широкий пляж и понтон пляж в golden beach классный везде стоят вот эти вот загородки от ветра сам пляж широкий шезлонгов просто огромное количество песочек мелкий можно прям с берега зайти в воду не обязательно идти по этому длиннющему понтону вся территория отеля очень большая зеленая шезлонгов много и места хватит всем мы полотенца заранее на шезлонг с утра не кидаем приходим всегда есть места и у бассейна ну а пляж вы сами видели особенно сегодня потому что очень медленно даже когда погода безветренная тоже места полно вот такой страшнючий ветер порывами в отеле есть детская площадка их несколько также есть мини клуб для деток и вечером что алиса дискотека да ку-ку где алиса наверху кто будет отдыхать в этом отеле приблизительно с мая по октябрь вот эти вот речки они будут уже очень теплые и можно здесь везде 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 плавать из одного бассейна через реку в другой водичка здесь горячая в этом бассейне это один из немногих бассейнов с подогревом тут вот я не разрешаю тая нырять потому что уши у нас и вылезет здесь ветер холодный потом будут болеть уши она обижается алиса помощница несет таюси полотенца холодно вылазить ветер холодный здесь садовники конечно молодцы вот такую красоту из кустов сделать еще в нашем отеле есть вот такой вот аквапарк и сейчас мы с алисой пойдем на горки а я здесь ты здесь будешь да алиса сейчас будет вот здесь кататься на этой маленькой горочке а та и она большой а а а а а Мы надели на рукавники наш жилетик, чтобы было безопасно. У этих горок у всех есть порядок дня, и вот сейчас горки закрылись до двух. И поэтому Тая пришла в детский лягушатник, да? Ну, а куда еще идти? Кто ест булочку вкусную? Здесь столько разных кактусов на территории огромных, как огромный ботанический сад. А этот большой. У меня хрюшка, Алиса хрюшка. Алиса хрюшка? Да. Жилет Алисы. Тая его как матрасик использует. Здесь есть площадки для мини-гольфа, детки. Сейчас покажу, где кто пытается дальше. Это дорожки для гольфа, Алиса. Я уже подгорела на этом ветру, одела рубашку, потому что грудь уже печет. И позади меня вот эта речушка бассейновая. Посмотрите, какое течение. Ветер дует и аж волны гонят по ней. Здесь вода очень холодная именно в этих бассейнах. Никого здесь нет. Все уж не на ту сторону, где аквапарт и где бассейны с подогревом. Очень много разных магазинчиков на территории отеля. И повсюду все цветет. И этот бассейн с речушками, он только для взрослых. Это главный корпус, и он сейчас на реставрации. Мам! Мам, какую я могу? Я думаю... А это столики пивного сада. Я хотела пойти на акваэробику, но проблема в том, что с моим ростом я там не стою. Вообще. Я там до дна не достаю, где они прыгают. Я тогда тут могу. Покажу вам обед. Здесь на террасе всегда что-то жарят. Обычно это рыба или мясо, курица, как правило. Блинчики разные, с сладкими начинками. А вот здесь вот очень много фруктов. Сегодня один овощной супчик. Множество видов картофеля, разные запеканки, овощное рагу, паровые овощи, тушеные овощи. С яйцами, что-то вот такое. На обед большой выбор. Курицы в разных видах жарят на улице. И есть обычная отварная для ребенка. Овощи, запеканки разные, картофель. Полно салатов, супчик и рыба. Ну что, давайте подведем итоги. Что хорошего и что не очень хорошего есть в этом отеле. Для меня плюсы это, безусловно, территория. Это как огромный оазис среди пустыни. Много зелени, пальмы, цветы. Все зеленое. Много аллеек, скамеечки, зоны отдыха. И игровые площадки. И игровые площадки, Алиса вон подсказывает нам, да? И еще плюс, потому что тут есть очень много бассейнов. Восемь или девять, если считать с аквапарком. И два из них с подогревом. А там, где зона аквапарка, для деток все бассейны прям горячие. Это классно, потому что сейчас февраль и ветрено. Даже в марте здесь бывает ветрено в Кургаде. И, конечно, в бассейнах нормально можно с детками отдохнуть. Не холодно. Поза нет и холодный бассейн. И всегда, конечно, много людей возле бассейна, которые горячие. И шезлонги там нужно занимать заранее. Потому что, если ты выйдешь чуть позже, то места уже нет. Везде полотенца лежат, Алиса подсказывает. И гототека, и дискотека детская. Да, еще один плюс. Это детская дискотека, как обычно. Детская анимация. Детская анимация. Есть детские площадки, детские бассейны с гуарками. И много для детей всего есть. Площадок детских очень много на территории. Ну, еще хочу добавить, что персонал очень вежливый. В номерах чисто. Всегда у нас хорошо убрано. На ресепшене все понимают русский язык. Я пришла по привычке, начинаю разговаривать на английском. Он смеется, стоит и говорит мне на русском в ответ. Ну, то есть, с этим вообще проблем нет в плане общения. На территории очень чисто. Убирают идеально. Распыляют от комаров специальную штуку, чтобы их не было вечером. Ну, это везде в Египте, да. Вечером, где-то, наверное, после пяти вечера ходит работник отельный. И специальным... Он ходит там в распираторе, да. И специальным этим аппаратом распыляет какие-то специфические химические штуки, чтобы убивать насекомых. В это время нужно убегать всем прятаться, потому что нельзя, чтобы это в легкие попадало. Дышать нечем. Ну, это буквально полчаса по вечернее время. На территории есть игры для детей. Это на пляже волейбол, футбол. Тут вот сзади от меня есть шахматное поле, где можно поиграть. И, конечно же, гольф. Еще плюс, потому что тут есть театр. И вечером, каждый вечер там есть какое-то представление, ну, или что-то такое. В 20.30 детская дискотека. И после нее уже каждый вечер какое-то разное развлекательное шоу. Фаер-шоу было. Разные восточные танцы, конкурсы. Ну, в принципе, интересная программа. И за неделю ты смотришь каждый раз разное. И, конечно, безусловный плюс, то, что на территории отеля есть аквапарк. Детские зоны, горки как для совсем маленьких деток, так и для взрослых. Есть страшнючие, где вот это вот страшное, где ты с пюшками катаешься, на которые я никогда в жизни не залезу. Вот, есть зона совсем для малышей с водопадиками. И бассейны все в аквапарке горячие. Температура там, наверное, ну, градусов 38 точно есть. Вот такие огромные, красивые бутоны. Ты идешь, и оно сыпется тебе на голову. Тяжелая, Алис, куда ты потащил? Тяжелая. И еще минус в том, что Wi-Fi есть только на ресепшене. Но это везде в Египте, и чтобы Wi-Fi был в номере по всему отелю, нужно покупать специальную карточку. Да, но это как бы во многих отелях, поэтому я не могу сказать, что это прям минус такой. И, конечно, как для меня, это больше семейный отель, рассчитанный на семьи с детьми, пенсионеры есть. Очень много немцев отдыхает, много русскоговорящих. Вот, отель не для молодежи, потому что примерно в 11 вечера вся жизнь вымирает, тишина, все ушли спать. То есть бар работает на ресепшене еще в 11, но там уже практически никого нет. Все дискотеки, все к этому времени заканчивается. Но есть поздний ужин, поэтому поесть все равно удается фастфуд. Да, поздний ужин до 12 часов вечера. Это удобно, если кто-то поздно вернулся из Каира или поздний прилет у кого-то, голодными не останетесь. В следующих выпусках вы увидите жизнь бедуинов в пустынях Египта и Каир.